Екатерина, рад тебя снова приветствовать на Global Permanent. Практически Global Permanent 2020. Мне кажется, что из пяти мероприятий Global Permanent ты посетила, ну, наверное, четыре, а может быть и все пять. Да, я посетила все пять. Два мероприятия в Сочи и три в Москве. Да. Ты чемпион. Уже чемпион. Спасибо тебе большое, что лояльна к нам, что всегда приезжаешь с интересными выступлениями. Действительно, я вижу обратную связь от аудитории, что хотят тебя видеть. Мы с тобой уже попробовали, протестировали и онлайн формат, и, как ты помнишь, он отлично зашел, да, очень много зрителей, очень много было обратной связи. Тебе спасибо, Андрей, за приглашение, что всегда приглашаешь на свое событие, грандиозное событие. Оно всегда очень яркое, красочное и необычное. Каждый раз я вижу здесь что-то новое. Молодец. Ну вот давай, да, без лишних. Я все-таки не хочу каких-то возвышенных слов, да, но вот ты посещаешь много мероприятий, много международных конгрессов. Вот если в двух-трех словах, фразах, что для тебя глобал, какая особенность наших мероприятий? Ну, во-первых, это индивидуальный стиль, это безусловно. То есть ваше мероприятие не похоже ни на одно мероприятие, которое вообще где-либо проводится. То, что вы проводите их довольно часто, что позволяет мастерам не стоять на одном месте, а постоянно повышать уровень своих знаний. Ну, наверняка ты сама и для себя в том числе каждый раз слышишь какие-то новые выступления, новые фишки, подхватываешь от спикеров. Да, конечно. И мы точно так же, как и слушатели, слушая своих коллег, мы чему-то обучаемся новому. Отлично. Ну, поскольку у нас хочется сейчас поговорить уже о будущем, мы все встроим определенные планы на будущее. Как у тебя с этим дела состоят? То есть у тебя есть определенный, наверное, долгосрочный план развития своей студии, своих мастеров студии? Ну, сильно на долгосрочность какую-то я редко такими проектами занимаюсь. Да, то есть, но все равно, конечно, на ближайший год есть определенные планы на развитие студии. Пока не буду про них рассказывать. Что касается мастеров, в первую очередь я в студии всегда загружаю своих мастеров. То есть для меня очень важно, чтобы мастера студии зарабатывали, ну, по возможности, да, больше, чем я. То есть я всех клиентов стараюсь передать именно мастерам студии. Ну, за исключением, конечно, составляют такие исключения, в которые клиенты не хотят идти к мастерам, вот только ко мне. Тут уж ничего не поделаешь, но тем не менее загруженность именно твоих работников для меня стоит на первом плане. Ну, вот у меня немножко провокационный будет вопрос. Вот скажи, ты вот востребованный мастер уже, да, с именем. Можно ли сказать, что у востребованного мастера с именем вот все так хорошо, всегда запись стабильная, всегда все ровненько, на три месяца вперед, никогда не бывает высоких и низких сезонов? Нет, даже хороший мастер, да, востребованный мастер, если ты вдруг чуть-чуть остановился в своем развитии, да, в своем продвижении, все, ты уже на шаг, на полшага позади твоих коллег. Вот, поэтому останавливаться ни в коем случае нельзя. Нужно также обучаться, развиваться, вдохновляться, ну, и не забывать про отпуск, потому что именно в отпуске можно как переосмыслить, посмотреть с другой стороны уже отдохнувшим взглядом на свою работу, и тебе приходят новые идеи. Вновь тебе задам право вопрос, возможно, не захочешь ответить. Какой сейчас средний порядок цен на услуги вот по вашему городу? Если хочешь, можешь мне говорить на примере своей студии, можно сказать на примере своей студии. Нет, я могу ответить. Кстати, да, я до конца не ответила тебе на предыдущий вопрос по спаду клиентов, конечно. Да, сезонность тоже, она есть. Какие можно выделить низкие сезонности? Вот конкретно у себя я могу выделить сезонность. Это середина сентября. Школу, да, видимо, пошли. Да, середина сентября. Все деньги потратили на детей. Школы, отпуска, огороды, дачи, все такое. Вот. Середина сентября где-то до середины ноября. Это такой самый низкий. Это самый низкий сезон. А январь? А январь еще тоже, да. Потому что все тоже отдыхают. Да, в январе, знаешь, такая интересная особенность. Люди думают… На коррекцию. На коррекцию. Веально? На коррекцию, да. Потом выходные вот в эти праздничные дни. А потом начинается «я не могу, я заболела, я там уехала». То есть после праздников посмотрела на себя в зеркало. А что-то мне надо подкорректировать? Да. Бровь повело. Ну, не приходит. Поэтому мы даже перестали записывать. Ну, дежурного мастера так, если что, по звонку как бы выезжает, но это очень редко. Это, по крайней мере, в нашем регионе. По стоимости в нашем регионе, ну, так скажу, более или менее неплохие работы делают мастера. Да, стоимость от 3 до 6 тысяч. Это с коррекцией или без? Без. Коррекция 50%? Каждый мастер ставит по-своему. То есть там может быть 50%, у кого-то там 30%. А вот скажи, я разговаривал с иностранными гостями, да, ну, понятно, у них ценник другой, да, у них там 400, 300, 500 долларов стоимость. Но некоторые из них говорят, что они бесплатно делают коррекцию, если, ну, скажем, клиент аргументировал, что, ну, вообще остатка нет, да. Ну, что, ну, вот нет остатка. Есть ли тут какой-то этический момент, когда действительно к тебе может прийти клиент, и ты скажешь, ну, да, в вашем случае я сделаю бесплатно это? Я работаю так, что у меня коррекция вторая. Ну, как, не вторая, первая коррекция после основной процедуры. Она платная. И еще в течение двух месяцев я своим клиентам даю гарантию на зону, да, то есть есть где-то что-то, какой-то пробел. Что-то их не устраивает, если они приходят, я им доделываю это бесплатно. Ну, то есть у тебя определенная договоренность сразу с клиентом на берегу, да, когда пришел тебе клиент, и его сразу предупреждаешь. Смотрите, там, то, что вы сейчас процедуру сделали, никакой гарантии нет, потому что я с вами еще не работал, я не знаю вашу кожу. Дальше вы придете на платную коррекцию, но после этого у вас есть два месяца гарантийный срок. Да, гарантийный срок. Ну, я думаю, что тоже это достаточно логичная схема и лояльная. Но тут, наверное, очень важно, бывали такие случаи, когда все-таки клиент, точнее, я уверен, что они бывали, когда клиент все равно звонит в агонии недовольный. А вы мне, а я вас не так поняла, как у меня могло быть недостатка? Ну, не могло быть такое, что у меня нет остатка. Да, такие, конечно, клиенты есть, но, слава богу, таких редко. Ну, как-то стараюсь договориться с ними. То есть еще раз объяснить, чтобы вы видели, что речь не во мне, не в моей технике, а именно в вашей кожи. Всегда приходят на коррект, бывает такое, что придет на коррекцию, там очень маленький остаток, очень слабость. Такое тоже бывает. Я человек, я не волшебник, как у любого мастера такое может случаться. И уже на коррекции я им объясняю, что сейчас мы вам сделаем работу. Если вдруг что-то у вас будут останутся претензии, какие-то еще вопросы к работе, вы придете, я все доделаю бесплатно. Возвращаемся вновь к теме будущих перспектив. Что бы ты могла пожелать мастерам, которые только сейчас приходят в индустрию? Мы понимаем прекрасно, что индустрия перенасыщена, очень высоко конкурентно. Я бы в первую очередь, конечно же, порекомендовала после обучения сразу же приступать, во-первых, к работе. То есть не затягивать, не откладывать это в долгий ящик, то есть после обучения сразу нужно начинать практиковать. Это раз. Два. На бесплатных моделях. На бесплатных моделях, да, какие-нибудь там купоны, беглеоны там или еще что-то. Как бы это очень такая распространенная фишка. Вот, поэтому сразу же работаем и, конечно же, не оставляем без внимания свой инстаграм. Да, то есть свое продвижение. Уже своего будущего бренда. Да, да, потому что, ну, мастер как себя продает? Мы себя как продаем? Через соцсети, да. Основное это, конечно же, для начинающего мастера это инстаграм. И без внимания его нельзя ни в коем случае оставлять. То есть это должны быть красивые, насыщенные фотографии, да. То есть чтобы там, если вы составляете коллаж, чтобы этот коллаж был одного тона фотографий. То есть вы должны показать свое рабочее место. Вы должны показать себя, презентовать себя как мастера, потому что клиент идет на, смотрит на мастера, да, как выглядит мастер и идет. Так что нужно заниматься уже самых азов своим развитием и сразу идти в бой, практиковаться. Отлично. Я думаю, что хорошая рекомендация для новых мастеров, которые еще пока в поиске, которые хотят занять свое место под солнцем. Я буду рад тебя видеть на следующей конгрессе Global Permanent. Так что до встречи на Global. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok